На повестке дня вопросы безопасности жителей и гостей города Сочи готовятся к новогодним рождественским праздникам и большому наплыву отдыхающих. Как отметил Анатолий Пахомов, сейчас главное человеческий фактор, поэтому в каждом объекте размещения и местах массового скопления людей необходима бдительность и усиленный контроль. Мы можем гарантировать и обязаны гарантировать безопасный отдых всем нашим гостям и жителям города. И при этом мы должны понимать, что надо постоянно контролировать наших собственников объектов и тех, кто эксплуатирует объекты. Везде существует только человеческий фактор. А вот материально-техническое обеспечение везде у нас есть, оно действительно очень серьезное. И повторяю еще раз, если люди будут достойно выполнять свои служебные обязанности, у нас все будет хорошо и безопасно. Все ли задачи, поставленные на последнем совещании АТК, были реализованы? С этого вопроса и началось заседание. Домкомы и председатели ТОСов провели обследование всех придомовых территорий, чердаков и дачных участков. В результате чего в полицию было передано множество материалов для дальнейшего рассмотрения. Руководители отраслевых управлений должны были разработать комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. После обследования межведомственной комиссии все же был найден ряд недостатков. Типичными нарушениями, выявляемыми в ходе обследования, являются недостатки в работе охранных организаций, отсутствие достаточного количества физической охраны, отсутствие паспортов, антитеррористической защищенности, отсутствие металловно-нарушителей, кнопок тревожности, сигнализации, а также наличие нарушений противопожарных требований. Кстати о том, что многие сотрудники охранных организаций не выполняют свои профессиональные задачи, а иногда и вовсе не справляются со своей работой, говорили и на краевом совещании. В результате во всех муниципалитетах будут организованы проверки ЧОПов на соответствие лицензии. Впрочем, как не раз отмечалось на заседании, выполнять качественную работу и нести ответственность за сотрудников и гостей должны лично руководители всех структур и объектов, особенно в праздничные дни.